Всем приветик! Сегодня я хочу с вами поделиться информацией на тему того, как я бы посоветовала обновлять свой макияж и поправлять свой макияж. Если, например, с утра вы уже собрались на работу или учебу, а вечером у вас какое-то мероприятие, например, вас позвали куда-то на концерт, может быть, в ресторан или на какой-то вечер, в клуб и так далее. То есть для поправления дневного макияжа в вечерний, для превращения дневного макияжа в какой-то вечерний, клубный и так далее. Итак, во-первых, то, что нам нужно. Почти у всех из нас в течение дня начинается выработка кожного сала и кожа немножко блестит. Поэтому нам с вами нужно или такое средство, как матирующие салфетки, то есть средство, которое мы промакиваем наше лицо. Матирующие салфетки действуют лучше, чем обычные салфетки, но если нет никаких вариантов, то можно использовать и самые обычные салфетки. И вот так вот отпечатывается это самое кожное сало. На этих салфетках лицо становится более матом. И после этого нам с вами нужно будет нанести уже пудру, может быть, с небольшим еще покрытием, чтобы лицо казалось более однородным, так как темное освещение, вечернее освещение, мне кажется, подчеркивает немножко красноту кожи и особенно фотосъемка в вечернее время. Как второй вариант, сразу два в одном, это такие вот салфетки от Maya Couture. И с помощью этих листочков можно поправить макияж. То есть мы выбираем один листик, выдираем его, и сам листик покрыт такой матирующей пудрой. Она немножко оттеночная, и мы начинаем промакивать все лицо этой самой салфеточкой. Таким образом кожа приобретает более ровный тон, красивое освещение и впитывается кожное сало. Все это одновременно. Вот вы можете видеть, что кожное сало отпечаталось на этой самой салфеточке, а на мое лицо уже перенесся тон. Продолжаем наш апгрейд в макияже, и дальше нам нужно немножко обновить наши румяна, потому что они в течение дня стали менее заметными. Ну и вообще вечернее освещение съедает, конечно, часть косметики и особенно румян. Также буду показывать вам Maya Couture, такие же салфеточки. Очень удобное средство для поправления, именно которое можно носить в сумочке. Также вырываем один листик. У меня это оттенок Prettyful. И мы берем аккуратненько наш листочек и поводим им по нашим щечкам. Вот этот оттенок мне безумно нравится, по-моему. Он очень-очень красивый розовый, очень-очень нежный, очень уникальный. И он потрясающе, конечно, освежает лицо. Очень удобная вещь, носить их просто в сумочке, но, к сожалению, дорогостоящая. Марка Maya Couture не из дешевых, но эффект от нее, мне кажется, потрясающий. Мы с вами привели в порядок лицо, теперь нам нужно выбрать акцент в макияже. Лучше всего смотрится макияж, если там не больше двух акцентов. Три акцента, то есть и глаза, и губы, и щеки яркие, это уже перебор, но два, в принципе, позволяются. Тем не менее, большинство из нас предпочитает носить все-таки один акцент. Итак, если мы хотим сделать яркие губы, то я рекомендую сначала сделать яркую темную подводку, потому что такая вот дневная подводка по прозрачными тенями, она ночью смотреться хорошо не будет, глаза будут пустыми, и будут смотреться невыигрышно на фотографиях. Поэтому я рекомендую свою любимую и максимально черную подводку Essence, вот такой вот Sun Club. Она практически всеми влогерами, она признана одной из самых стойких и точно самой черной подводкой, которая может быть, это оттенок 001. Вот такая вот, соответственно, берем просто тонкую кисточку или скушенную кисточку и делаем небольшую подводку. И теперь, конечно, нам нужно подобрать яркую помаду, которая завершит наш образ, тем более, что этой осенью и зимой это просто мега-тренд, какие-то темные, яркие губы. Оттенок темной или яркой помады под тип внешности приобрать очень сложно, но мы постараемся. В основном, миссажисты говорят, что вот подобные такие морковные, теплые оттенки, более светлые, подходят очень белокожим девушкам и девушкам с такой нежной внешностью, внешностью типа весна, то есть светлые пшеничные волосы, какие-то такие веснушки, нежная полупрозрачная кожа. Обычно рекомендуется такой вот морковный цвет, такой теплый красный. Это оттенок липтинта, вот такого стейна марки Catrice 010, Red My Lips. И как раз вот эти тинты Catrice, это мой фаворит для управления макияжа в вечерний, потому что они очень-очень стойкие и у них очень модные сейчас оттенки. Теперь более бордово-малиновый оттенок, который я тоже уже показывала как-то. Оттенок 030, он называется Are You Ready? И он вот такой вот, ну действительно, малиново-бордовый, наверное, это лучше всего его описывает. И теперь оттенок 020, Wine Tastic, это коричнево-бордовый. Вот так он выглядит, и по идее считается, что вот такие вот два оттенка больше подойдут девушкам вот таким вот типом внешности, как у меня, то есть более желтоватой кожей. Вот, например, вот так вот выглядит коричнево-бордовый оттенок 20, этого самого тинта. Да, и это получается очень такой матовый эффект, и вроде бы натуральные губы, но у них сразу получается такой темный насыщенный свет. Это нанесение в один тонкий слой, и если вы хотите добиться лучшего эффекта, более яркого, то подождите, пока он высохнет, и нанесите второй такой же тонкий слой, получится в два раза интенсивней. Но, к сожалению, при очень плотном нанесении вот эти вот тинты работают нехорошо, и они будут смазываться, если сразу нанести толстый слой. Еще один суперский вариант ярких губ. Это блеск NYX Mega Shiny Gloss оттенок LG 136. Это суперяркий розовый, и он просто отлично смотрится на всех-всех-всех оттенках кожи. И я наносила его и на очень белокожих девочек, и на очень смуглых, и на абсолютно разные подтоны. Это такой очень яркий барби пинг, но при этом он такой не мега интенсивный, а такой деликатный, и он не смотрится очень вульгарно. Наверное, из-за того, что у него чуть прозрачная и блестящая текстура. Очень-очень-очень освежает практически любой макияж. Очень похожий яркий цвет, но уже в форме помады. Это вот такая вот помадка от Catrice из Ultimate Color. Оттенок ее 140-й, тоже такой очень-очень яркий, розовый, но уже чуть менее, наверное, холодный, чуть более бордовый оттенок, немножко потемнее. Тоже очень-очень-очень разнообразит ваш вечерний образ. Если ваш выбор классический красный, то я рекомендую помаду Art Deco из серии Dite Fontys, как раз-таки такой ее оттенок. Тон 620, и если вам интересно, как он смотрится на губах, то вы можете посмотреть как раз мое видео с этой помадой на макияж Dite Fontys. Очень-очень-очень классно смотрится, особенно со светлыми оттенками кожи. И еще рекомендую такие прекрасные продукты для апгрейда дневного макияжа до вечернего, как лаковые блески для губ от Art Deco. 30-й и 35-й, более вишневый и более красный. Очень-очень плотный, очень насыщенный, интересный. Вот он, 35-й оттенок у меня на губах. Очень-очень трендовый, очень кричащий цвет. С ним вы точно не останетесь без внимания, но, конечно, очень на любителя. Не все такое любят, и обратите внимание, что у этих блесков есть проблема. Они постоянно пачкаются вот здесь вот, и это очень многим не нравится, то, что цвет иногда выходит из упаковки. Потрясающий оттенок помады для превращения дневного макияжа в вечерний. Это вот такой вот тон Alice Fuzz 101. Кремовая помада, которую вы можете видеть вот в этом вот видео. В том видео она произвела фурор, я знаю, на моих подписчиков, потому что она очень эффектно смотрится, и на этот тон визажиста вдохновил именно цвет человеческой крови. Второй вариант апгрейда дневного макияжа до вечернего – это акцент на глаза. То есть, опять нам пригодятся наши стрелочки, и я рекомендую использовать кремовые тени. Если вы не наносили никаких теней, либо же какие-то нейтральные, нежные на день, то можно добавить просто очень интересного эффекта, который смотрится классно вечером. Почему-то шиммерные тени в прессованной форме смотрятся и так эффектно при вечернем макияже, и даже иногда некрасиво, а вот кремовые почему-то смотрятся лучше. Например, мой выбор – это Catrice Made to Stay оттенок 0,70. Вот такой вот тон, очень блестящий, вроде бы смоки, но немножко фиолетовый, серебристый такой. Выглядит вот так вот. Второй мой любимый вариант – это 80-й оттенок тех же теней. Это уже такой медный, очень сияющий, красивый оттенок. Выглядит вот так вот. Эти оттенки очень классно смотрятся прямо на все века, до складки, вместе с очень интенсивной подводкой. Также интересный тон – это вот такой вот 24 часа Color Tattoo от Maybelline. Это гранатовый оттенок Pemigranade, и он выглядит вот так. Ну, то есть красновато, розовато, фиолетово-бордовый, сияющий. Тоже очень-очень-очень украшает и классно смотрится с бледными губами. Для тех, кто любит почернее и более блестящие оттенки – вот такой вот Chanel Illusor d'Ombre. 85-й тон. Это черный с блестками. Смотрится очень классно, и можно делать и подводку, и можно наносить просто на все веко для эффекта смоки-айз. И самый мой наилюбимый вариант, который я покажу сегодня на себе – это опять марка Alice Fass. Вот такая вот ручка. Это оттенок E35 вообще. По идее, это хайлайтер в таком вот оттенке. В этой серии есть и светлые хайлайтеры, но это именно хайлайтер для глаз. Это обалденный коричнево-красный с зеленым сиянием. То есть похоже на MAC, brown blue pigment и тени club, но круче, более сияющий. И от обычных кремовых хайлайтеров отличается тем, что не скатывается. Потрясающе просто. Этот тон можно наносить совсем по чуть-чуть, тогда будет более нежный, более прозрачный эффект. Или можно совсем таким насыщенным слоем наносить для совсем другого эффекта. Тогда будет более зеленый оттенок. Сейчас такой более коричнево-красный заметен. Если добавить больше, то будет больше вот этой зелени и синевы. Для таких ярких глаз нам понадобится в пару нюдовая или бледная помада. Мои самые любимые это Color Mi 910. На губах она более бежевая, неужели на ручке? На ручке более розовая. И 0,10 оттенок Catrice Ultimate Color. Выглядит примерно вот так вот. И как альтернативу нюду можно попробовать светлое золото. Это LG 138. Опять блеск от NYX. Для дня он, конечно, очень броский, очень ненатуральный. Но для вечера, мне кажется, он смотрится классно, потому что он очень сильно привлекает свет к нашему лицу. И последний этап. Upgrade бровей. А именно, когда мы сделали наши бровки, подчеркнули их для дневного макияжа, мы обычно стараемся быть максимально натуральными, естественными. И чтобы это хорошо гармонировало с нежным макияжем. Но на вечер, если мы делаем макияж намного ярче, ярче губы или лесничную линию, или то и другое, то брови, как вы можете заметить, смотрятся уже намного светлее. Хотя это те же самые брови, которые были в начале. Просто теперь они кажутся слишком светлыми для меня. Что я делаю в таком случае? Я беру влажную кисточку для бровей и подводки. Беру тот же оттенок средства для бровей, которым я пользуюсь днем. Но наношу его уже влажным способом. Таким образом получается более яркий тон, более темный. И брови уже будут сильнее гармонировать с моим цветом волос и моим более насыщенным макияжем. Вот и все. Надеюсь, что я была вам полезной. Если так, то я очень-очень счастлива. Спасибо вам за просмотр, за то, что вы остаетесь со мной. И пока-пока.